приветствую вас ребята сегодня на уроке мы будем повторять и закреплять то что уже успели пройти в этой четверти готовы послушайте сказку которую я для вас приготовила все математические задачи живут в специальном питомнике для задач в питомник приходят учителя и выбирают задачи для школьников и жила там одна задача которая считала себя необыкновенно красивой очень оригинальной и супер трудной она была уверена что только самый умный ученик или даже студент сможет ее решить пришли в питомник учителя нулевых классов стали звать задачу к себе но задача только рассмеялась разве по силам нулевичкам меня решить пришли учителя первых классов задача и к ним не пошла не решат ее первоклассники звали задачу и в третий класс и в шестой и даже в одиннадцатый но упрямая задача не пошла никому она ждала профессора математики из института директору питомника стало жалко упрямую задачу другие задачи давно нашли себе место в школах окружены решениями и пятерками а упрямая задача так и живет в питомнике позвал он знакомого профессора из института задача обрадовалась стала показывать себя самых лучших сторон и условия у нее вон какое богатое и вопрос вон какой трудный но профессор только рассмеялся дорогая моя я студентов учу а тебе место в школе в классе и так в нулевом и ушел задумалась задача ведь учителя приходят в питомник в начале сентября это почти целый год надо ждать еле-еле дождалась она ночи и сбежала из питомника и вот друзья мои подхожу я утром к студии чтобы к вам прийти а на ступеньках сидит упрямая задача взяла я ее с собой так упрямая задача добралась к нам решайте друзья мои привела гусыня мать шесть детей на луну гулять все гусята к клубочке три сынка а сколько дочек условие этой задачи будет такое всего было шесть гусят из них три мальчика гусенка сколько девочек гусят решаем задачу из количество всех гусят шести отнимем то есть уберем количество мальчиков гусят три и узнаем сколько останется девочек гусят три молодцы ребята не ошибся и профессор а теперь поиграем в игру то что лишнее вы меня внимательно слушайте и называйте хорошо слушаем один три т 7 что лишнее правильно лишняя буква т остальное цифры собака кошка медведь свинья какое животное лишнее правильно медведь собака кошка и свинья это домашние животные а медведь дикий отдохнули давайте решим еще одну задачу в аквариуме плавали три рыбки к ним поселили еще двух какой вопрос зададим к задаче правильно сколько всего рыбок стала в аквариуме для того чтобы это узнать к трем нужно добавить еще два и того получим пять рыбок молодцы давайте теперь отдохнем и сделаем пальчиковую гимнастику рыбка плавает в водицы рыбки весело играть рыбка рыбка озорница мы хотим тебя поймать рыбка спинку изогнула крошку хлебную взяла рыбка хвостиком махнула рыбка быстро уплыла молодцы а теперь ребята давайте возьмем лист бумаги маркер клей и ножницы мы будем с вами делать вот такую вот рыбку ребята для того чтобы сделать рыбку возьмите лист бумаги уголок верхний загнем короткой частью длинной аккуратно делаем линию сгиба хорошенечко ее проводим берем ножнички загнем оставшуюся ненужную часть сделаем линию сгиба и обрежем ее эта часть нам пока больше не нужно теперь ребята чтобы сделать рыбку нам нужно с вами взять и разрезать вот эту часть полосочками примерно по одному сантиметру и только в конце где у нас будет хвостик сделать частые надрезы возьмите ножницы аккуратно до конца не прорезая наш уголок будем разрезать ровные полосочки когда у нас остался маленький треугольник остальная вся часть уже разрезаны мы будем делать частые полосочки потому что это будет хвостик нашей рыбки вот такая заготовка у нас ребята получилось теперь нам нужно вот эти части приклеить в середину для этого середину нам нужно промазать клеем делать это нужно аккуратно чтобы не замараться смазываем середину клеем там где хвостик клеем мазать не нужно теперь ребята сначала с одной стороны каждую полосочку приклеиваем к линии сгиба аккуратно чтобы не измазаться в клей аккуратно чтобы не измазаться в клей полосочки нужно приклеивать одну к одной когда мы закончили приклеивать полосочки с одной стороны поворачиваем нашу заготовочку снова возьмем клей и промажем кончики этих полосочек приклеены аккуратно чтобы они не отклеились когда мы промазали клеем теперь берем по одной полосочки и приклеиваем на первые полосочки будьте аккуратны теперь ребята когда наша чешуя готова нам нужно вот здесь разрезать уголок по линии сгиба немножко и завернуть наши треугольнички чтобы получился ротик рыбки примерно вот так теперь ребята осталось нарисовать глазик нашей рыбки я рисую круг а в центре этого круга еще один круг если у вас есть красный вы можете сделать еще и губки нашей рыбки тогда наша рыбка выглядит более мультяшной вот такая рыбка у нас ребята получилось если вы будете выполнять мои инструкции у вас получится такая же замечательная рыбка я желаю вам удачи ребята скажите пожалуйста что мы проходили сегодня на уроке правильно мы закрепляли все наши темы молодцы вы сегодня очень хорошо потрудились до свидания ребята до новых встреч до новых встреч